Все, кино, то бишь, турнира не будет. Правильно сделал Хабиб, что не поддался разным мнениям о том, что нужно куда-то вылететь. Дэйну Уайту поступил звонок сверху, если быть конкретным, от ESPN, от Disney. Действия Дэйну Уайта, которые он делал для того, чтобы все-таки спасти последующие турниры, ты разделяешь то, что он всеми правдами и неправдами пытался найти выход. Из компании UFC никто не будет уволен. Про твой запланированный турнир в Канаде хоть что-то говорят, это официально все еще в силе? Я могу сказать, что UFC всегда относится к своим бойцам с пониманием. У нас были очень грандиозные планы по подготовке. У меня оборудован дома в детской комнате. И тренируюсь там, скажем так, по олдскульным тренировкам. Что, ребят, всем привет. У нас тут экстренный выпуск Мумар до боя подъехал, который посвящен отмене турнира UFC 249. Да, вот так вот в ночь с 9 на 10 апреля пришли нам очень грустные новости от Дэйна Уайта, который в интервью СПН сказал, что все, кино, то бишь турнира не будет, и вынужден он отменить это. Ну и сейчас быстренько пробежимся по тому, что известно на данный момент. Первое. Дэйну Уайту поступил звонок сверху, если быть конкретным, от ЕСПН, от Дисней. Дисней принадлежит 80% акций ЕСПН, и это было именно их распоряжение, чтобы турнир отменили. По словам Дэйна Уайта, он был готов продвигать и дальше это мероприятие, готов был организовывать его, но настояли на том, что он должен остановиться и отменить этот турнир и все последующие запланированные мероприятия. Например, уже на 25 апреля становился известен кат потихонечку, но этому турниру также будет не суждено сбыться конкретно в намеченную дату. После этого Дэйну Уайт сказал, что они по-прежнему планируют провести все 42 запланированных ивентов за 2020 год. Ну, нужно будет просто постараться убавить себя в более короткие сроки, но тем не менее он обещал то, что все турниры будут. Также он заявил, что бойцы карда UC249 могут не волноваться о финансовой составляющей, и он позаботится об этих ребятах, гонорары будут выплачены, но, правда, не отметил в полном размере или нет. Что касается того, что будет происходить дальше, из компании UFC никто не будет уволен. Это также очень важная новость в условиях пандемии. Ну и, помимо всего прочего, Дэйну Уайт дал предварительный прогноз. По его словам, организация сможет вернуться в деятельности примерно через месяц. Именно это он видит такой отправной точкой следующего этапа развития промоушена. Ну, а пока нужно будет подождать. Понятное дело, что Дэйну Уайт теряет очень много денег за время этого простоя. Не получится заработать на PayperU, не получится отрабатывать телеконтракт с ESPN, который будет простаиваться. Ну и, понятное дело, будут простаиваться все спортсмены. Соответственно, слетает бой Фергюсон и Гэджи. Но, возможно, это и хорошо, потому что теперь у UFC есть возможность запланировать ранее намеченный поединок Хабиба против Фергюсона. И примерно на те же самые даты поставить бой Конора против Гэджи, о котором также очень много говорили. Ну, а после выхода из кризиса мы надеемся, что все очень быстро наверстается. Действительно, UFC пройдет тот путь, который намечал 2020 год. Ну, и чтобы как-то порезвее вникнуть в ситуацию, вникнуть в происходящее, мы прямо сейчас, одиноче, наберем Сашу Волкову и спросим вообще, как он относится к произошедшему. Застрахован ли хоть как-то боец от такого рода стихийных бедствий и катаклизмов, форс-мажоров и так далее. Ну, и надеемся услышать что-нибудь хорошее относительно его боя, который намечен на июнь против Кёртиса Блэйдса. Ну что, Саш, я думаю, для всех нас UFC 249 был таким белым пятном в этом тоннеле пандемии. Какие чувства, когда сейчас и это пятно почернело и отменилось? Для меня особо пятном это не было, потому что я, наверное, не из тех любителей единоборств, которые смотрят каждый турнир, тем более, что там особо интересных боев не было. Мне был интересен бой в тяжелом весе, который внезапно там должен был состояться. Но интересно было вообще, получится турнир или нет, с точки зрения тенденции того, что происходит. То есть, в целом, получится ли сорганизовать турнир, потому что от его успеха зависела бы, наверное, судьба дальнейших турниров. Вот, сейчас понятно, что если этот турнир не получился, ясно, что в сложности будет у дальнейших турниров, скорее всего. То есть, меня, конечно, больше волнует не отмена данного турнира, а судьба всех следующих турниров и то, как дальнейшие будут у нас проходить мероприятия UFC, потому что от этого зависит выступление, продвижение в рейтинге всех наших бойцов. На этом турнире все поединки наших бойцов и так были отменены. Кстати, что говорит о том, что правильно сделал Хабиб, что не поддался разным мнениям о том, что нужно куда-то вылететь, где-то остаться, что-то сделать и послушал только себя. И в итоге оказался прав. Куда-то нас заведет, пока сказать сложно. И сложно сказать не только про Штаты, но и про нашу страну. То есть, вопрос о том, как вылетать нашим спортсменам, если вдруг там отменится карантин, потому что у нас непонятно, к чему это все закончится и так далее. Ну, короче, небольшие смутные времена наступили для всех. И не только для малого и среднего бизнеса в России, но и для спорта. Действия Дэйну Айта, которые он делал для того, чтобы все-таки спасти последующие турниры, ты разделяешь то, что он всеми правдами и неправдами пытался найти выход? Мне сложно сказать. По крайней мере, он об этом говорил. Но, если честно, может быть, этот турнир бы он даже и сделал. У него, может, получилось сделать этот турнир. Но непонятно, что было бы с дальнейшими турнирами. И все равно приезд всех спортсменов в одно место, их обслуживание и так далее, это все равно некие риски для спортсменов, некие риски для людей, кто обслуживает турнир и так далее. Потому что, судя по тенденциям, ситуация не самая, скажем так, приятная для всех. Уже даже стали известны случаи заболевания и у бойцов, и у их родственников, у родственников бойцов. И в этом плане, конечно, если UFC будет проведать турниры, вопреки всем рекомендациям, и пытаться находить какие-то возможности для этого сделать, это плохой пример для тех людей, кто все-таки пытается избегать этих контактов и так далее. То есть, с одной стороны, это небольшое развлечение, это мы отвлечение от карантина, но, с другой стороны, все-таки это негативный пример того, как мы все подвергаемся, они некоторые, скажем так, опасности, риску, заражения, в тот момент, когда всем тяжело. Вот, поэтому здесь состоялся двоякое. То, что пытался делать Данн Уайт, пытался делать, скажем так, с точки зрения своей позиции, своей ответственности. Мы очень многого не знаем, что он пытался на самом деле, потому что, в основном, только он говорил, что он турнир пытается спасти и так далее, но какие, что он предпринимал, на самом деле сказать сложно. Но, тем не менее, до самого последнего момента были какие-то надежды, слухи про острова и еще что-то. Но, видимо, все-таки не получилось это все устроить, поэтому, соответственно, и судьба дальнейших турниров, она непонятна. Ну, к его чести, надо сказать, что все-таки один турнир провести успел во время общей эпидемии. Это турнир в закрытом зале, что, в принципе, является, наверное, таким беспрецедентным случаем и уже хорошим шагом для того, чтобы сохранить поединки бойцам, просмотры для своего турнира. Что-нибудь, я понимаю, практически невозможно говорить, что там виднеется на горизонте или нет, но, тем не менее, про твой запланированный турнир в Канаде хоть что-то говорят, это официально все еще в силе? Ну, все турниры, они в силе пока что. По крайней мере, те, которые будут там и в мае, и там, и дальше, насколько я знаю, все пока в силе. Никому там, из бойцов, естественно, я слышал. Хотя я много тоже узнаю просто из новостей. Я не видел, чтобы что-то отменяли. Соответственно, мой турнир также в силе. Ну, единственное только, что я тренируюсь, я исключительно дома, исключительно в домашних условиях, без каких-либо там спарринг-партнеров, лапы и всего остального. То есть, у меня оборудован дома в недоделанной детской комнате, в которой мы как раз из-за общего карантина не успели дособрать и привезти мебель в комнату. Там я себе оборудовал небольшой спортзал. И тренируюсь там, скажем так, по олдскульным тренировкам, когда мы тренировались. Точнее, я, наверное, уже не тренировался, когда наши предшественники тренировались в подвалах и так далее. Вот. По видеозаписям. Поэтому посмотрим, как... Ну, даже несмотря на это, я готов выступить. Несмотря на это, я... У нас были очень грандиозные планы по поводу подготовки. То есть, у нас было уже много договоренностей по поводу американских тренеров, тренеров, спарринг-партнеров из Америки. Чтобы они приехали сюда, помогали в тренировках в борьбе. Я очень много уделял внимания дюйжитсу. То есть, было очень много планов. Но сейчас эти планы все покатились по наклонной вниз. Но, тем не менее, выступить хочется. И я пока что этого желания, скажем так, надежды не теряю. И тренируюсь дома. Делаю то, что возможно делать. Ну, также две тренировки у меня в день. Даже объем тренировок стало больше, потому что я периодически просто захожу и делаю какие-то упражнения, потому что время, скажем так, есть. Но пока турнир на горизонте. Но единственное, что закрылось посольство канадское, поэтому я не могу получить визу в данный момент. Вот, в Канаду. То есть, мы до этого момента не успели получить. Ну, то есть, в принципе, как только был подписан контракт, мы сразу начали заниматься визой. Съездить в посольство и получить прием. До этого момента не успели. Поэтому сейчас закрыта канадская виза. Естественно, визы у меня нет. Ну, и сейчас не факт, что турниры будут проходить. Там где-то в Канаде тоже такая же ситуация, как и в Штатах сейчас. И непонятно, где и как сейчас будут проходить турниры. Может быть, это будет возможность для новых стран принять турнир UFC в других странах. Ну, например, мы знаем, что в некоторых странах, таких как Беларусь, более свободная, скажем так. Пока что система контролит развитие этой эпидемии. Может быть, получится там договориться через какое-то время. Ну, не только там. Еще какие-то есть страны или где-то появится у нас спад. Посмотрим, как это будет. Сейчас пока загадывать сложно. Но, как я вижу по тенденциям, того турнира, который хотели провести в апреле, подтягивают те бои, которые не состоялись, в другие турниры. Поэтому, в любом случае, нужно быть наготовен, на фокусе и готовым выйти, заменить кого-то или подраться. Расскажи, боец вообще как-то застрахован контрактом на случай такого форс-мажора? Ну, если честно сказать, я даже такие форс-мажоры не рассматривал. Наверняка есть какие-то выплаты, если турнир отменится по вине UFC. Но, в данном случае, я думаю, что это относится к стихийным каким-то бедствиям или что-то типа того. То, что не зависит конкретно от UFC. Но я могу сказать, что UFC всегда относится к своим бойцам, скажем так, с пониманием. Они понимают, что бойцы вкладывают в свою работу, что у них также есть семьи и так далее, которые нужно кормить. Зачастую, может быть, даже если не покрывают полностью гонорары, конечно, потому что у некоторых людей гонорары очень большие, но все равно полагают небольшими выплатами, которые частично покрывают лагеря и прочее. Но что будет сейчас посмотреть с теми бойцами, у которых поединки отменились, то есть наверняка есть такие данные, такая информация будет, об этом скажут. Но в любом случае, если бои будут отменяться, если турниры будут отменяться, тут вступят в общение другие люди из моей команды, это будет общаться непосредственно мой менеджер, какие-то юристы. Ну, то есть, скорее всего, это будут разговоры не юридического формата, что вот тут написано так, вы должны это, а формат такого, чтобы нам либо предложили альтернативу поединка, либо как-то могли обсудить какие-то другие возможности. Но в целом, пока что с работой в UFC не было никогда никаких проблем ни в чем, и только были положительные моменты, поэтому они зачастую по отношению к бойцам поступают максимально профессионально, даже в тех случаях, которые не касаются контрактных каких-то обязательств. Поэтому здесь я не то, что не переживаю по этому поводу, потому что у них тоже будут сложные времена, но я уверен, что если будет возможность сделать все возможное для бойцов, они это сделают. Как я сказал про сложные времена, это, пожалуй, заключительный вопрос. Понятно то, что сейчас будут простаиваться бойцы, это очень сильно скажется на самих спортсменах и на том, как продвигается дивизион. Может ли это застопорить саму организацию, потому что простаивается контакт с телеканалами, они не могут зарабатывать на пей-перью, и, по сути, 2020 год может быть в таком полузамороженном состоянии для организации. В целом сейчас то, что происходит, это экономическая проблема не только для организации UFC, но и для всего практически мира, во всех областях. Конечно, в том числе и UFC, и весь шоу-бизнес, всю эстраду, и многие-многие другие, и весь спорт экономический, это затронет, конечно же. Но UFC, я думаю, что в этом плане имеет больше ресурс для того, чтобы этот паровоз обратно запустить, чтобы он быстрее набирал обороты, потому что все-таки у UFC очень серьезные владельцы, которые понимают перспективу этого турнира, понимают количество зрителей, болельщиков, которые ожидают многие турниры, которые не состоялись. Здесь просто необходимо, скажем так, добавить топлива в этот паровоз, который бы начал двигаться, и от турнира к турниру бы стали появляться доходы, которые помогали бы организовывать следующие-следующие турниры, и все бы это запустилось очень быстро. То есть в плане вот такого рода я не переживаю. Самое главное, чтобы карантинные меры быстрее спали, и быстрее вся эта зараза с эпидемией пошла на нет. И как только начнется первый турнир, я думаю, что все наладится, и все вернется на круги своя касательно турниров UFC. Возможно, каким-то бойцам придется отложить поединки или подождать в очереди, чтобы там прошли другие бои. Но в целом мы, скажем так, все находимся в одинаковой ситуации. То есть здесь теряют как UFC, так теряют и бойцы, точно так же теряют и обычные люди, которые не ходят на работу, так же теряют и малосредний бизнес и так далее. То есть теряют все, и все как бы находятся в одной лодке. Здесь хорошо бы на всем было также включиться в борьбу с этой штукой, чтобы быстрее бы она исчезла, и мы продолжили жить в том режиме, в котором мы привыкли. Надеюсь, это скоро произойдет. Ну и ждем также твоего боя, что все наладится. Спасибо, спасибо. Спасибо, что уделил меня. Всего доброго. Спасибо.